Музыка Ребята, вот приходят такие милые люди Начиная от нижнего Новгорода, колонны И первая красивая женщина Дама в нашем сборище, винокуро Это Алена пришла Значит, я вам хочу сказать следующую вещь Вот мы были на хом-дистиллере Приехали все, ну там да, асы на самом деле С женами, с подругами, со всеми Много было очень женщин Я скажу так Делайте первый напиток, чтобы он понравился жене Подруге, сестре, женскому полу Если он понравится Она никогда ни жена, ни подруга не скажет Ты там со своим шмурдиком где-то в кладовке Провонял свою квартиру своей брагой Это будет ваш первый помощник Уверяю вас, делайте для жены Вот первый напиток, чтобы понравился Потом вы придете У меня, по-моему, 5 или 6 роликов Я не знаю, кто видел, называется «Хитрая вишня» Там вы видите? Да, там в конце я говорю Вот здесь это подруга, например Ее надо свалить И мы наливаем сверху кофе, я показывал А в них, ну, ликер Я показывал, как кофе разболтать И получилось такая штука А меня снимал сын, Леша Ну, я думал, съемки закончены Ну, думаю, все, можно выпить Я так пью с таким удовольствием Говорю, эх, Леха, Леха Давайте, говорю, стишок расскажу Как вкусно пьется Я рассказываю, по-моему, с Игорем Эфтеньевым Ошибки юности Часто сходят с рук Ах, молодость Волшебный звук свирели Мы часто под собой пилили сук Но мы вот у детей И суки постарели Это, честно говоря, шутка была Рассказал и все Я не знал, а Леша это выпустил в эфир Вот такое дело Ну, то есть, еще не кончилось Я же говорил, ну, попробуйте Это значит, делайте ликеры У меня про лиманчелло По-моему, пять роликов Если ваша жена, подруга, там, теща Кто-годно, вам понравятся ваши напитки Уверяю, вас будут первые помощники На хоб дистиллии Столько женщин Столько здорово И я думаю, Лена потом тоже будет думать Да нет, сейчас дело Какой-то свой рецепт Будет, может, помогать, все Во всяком случае, гонять не будет Это будет здорово Правда А то, знаете, бывает как Вот он, завонял всю квартиру Бывает, иногда брага Может быть, Антоновкой попробовать угостить? А, на Лидово уже? Конечно Ну, ты же меня, знаешь, меня не переслушать Это ведь Антонов человек такой Это тот, который попал красавец без бумажки Да-да-да, это он Ну, понятно Все понятно Ребята, выпейте, покушайте, попробуйте Ну, спасибо За вас За вас Кизбени у вас хватило Это попробуйте, это бренди А это на чё? Не скажу То есть догадаться надо? На, попробуйте Ну, что, попробуйте догадаться Ну, если даже Вячеслав не догадался Судя по вашему алкогену Ну, Андрей Антонович сказал надо Сказал надо Хорошие слова Значит, повторюсь Друзья Хочу всех поздравить В этот замечательный день Во-первых, с тем, что Андрей Антонович наконец-то к нам приехал Жаль, что он завтра уезжает Но, слава Богу, что он у нас в гостях Мы все рады его видеть Мы все рады его слышать Он рассказывает анекдоты Он беседует с друзьями У меня в душе просто праздник Это настоящий праздник Это настоящая радость Это настоящее чувство Можно вас попросить вот немножко Вот, ага, всё, всё, всё Да Я просто хочу ещё раз сказать Андрей Антонович Здоровья вам Долгоденствия, благополучия Спасибо вам огромное за то Что вы для нас сделали На своём канале Спасибо вам огромное за то Что вы всегда предельно честны с людьми Что вы всегда говорите Глядывая в глаза правду Вот за это я вас люблю и уважаю Спасибо вам огромное Спасибо, друзья, за Спасибо вам Спасибо вам Спасибо вам Собрались Я понимаю Я тут Назвал Москва городом одного дела Поехал Сделал одно дело Вернулся День кончился И поэтому Этих дел мы уже переделали много И хотя вы тут в Москве живёте И для вас трудно Там после работы Спасибо всем, что приехали Нашли время для второго дела Собраться вот так Не ради меня и так далее Просто собраться Это весьма важно Поговорить Тем более Очень благодарю вас всех за веру Что вы поверили Что это не обман Что вот они Антонович Это тяжело было Поверьте мне Три недели Тут посидеть Две, Антонович Ну глубже 27 Ну почти три недели Так вы подзянете на эту скорую И ещё раз к нам приедете Мы вас вызовем Лучше выбрать Вторая партия будет Что это за пиво? Значит это пиво Получено Из курского солода Изключительно Но в нём есть Всякие тонкости И хитрости Во-первых В заторе было На 20 литров воды Всего 3 килограмма солода Я понял Совсем то есть не крепкое Это слабогадусное пиво Я с ним хожу в баню Потому что Ну пьяным в бане быть не очень хорошо А пить хочется Вот парта выходит из человека Поэтому Я туда добавил ещё кориандр Я туда добавил цедру И фактически Оно без пшеницы Но такое Оно ближе Бельгийское Бельгийское Ближе к бельгийскому Но очень-очень лёгкому Потому что бельгийское пило Всё-таки тяжёлое Да-да-да А это вот именно Как бельгийское Но очень лёгенькое Вот Поэтому Если будет интересно Так сказать Я готов поделиться Вот это как раз мой стакан Вот это интересно Тимпрометная пауза Здесь 1,72 градуса Затирал 35 минут То есть 1 декстрина получается Да? Фактически Да Алкоголя здесь мало Но Оно горькое достаточно Потому что Хеллар Тавра и Магнум Хмель использовался А сколько грамм? Значит Вот на 20 литров 15 грамм в начале 15 грамм в начале? Да И 10 грамм Там же альфа кислоты Там какие-то вообще Какие-то завышенные Да Сколько грамм стояло? Ну хмель пахнет даже Вот по аромату На нос Да Оно стояло Там меня-то вообще видно? Нет? Сейчас скажу точно Оно стояло С 10-го где-то сентября Созревало Вот на ваших пробочках Как раз Вот на эти Кстати, как пробочки? Как пробочки? Пробочки шоколадные Просто шоколадные Значит Единственное, что Мне не сразу Не понравилось Вот поликарбонатная Вот эта часть Она все-таки Не храните пробки Вот у кого есть пробки Не храните пробки Там, где есть солнечный свет И тепло Все-таки храните В тепло Поликарбонат Он очень сильно разрушается Именно под действием Радиации солнца Цвета Вы не держат Я все в одну Но она была вообще Без градусов практически Я их отмачивал Эти пробки Начал Я говорю Три процента алкоголя Три процента То есть это вообще Это безалкогольное пиво Это вот для бани Да Давайте Сейчас я с одного корыта Как-то Сейчас я дать Беру Да, и не поесть Вот до корыта И без затей поедем Хочу Не, ну тарелочки пирожковые Надо все равно Ой, боже Интересные Оригинальные Дима, так все-таки Ты с каким кубом Поделился? Я взял на 36 Дом Перегон Я просто про другие пока Необычные Есть сказки Я понял, что идея Народного куба Развивается Но когда она опять будет То пока Ты меня тоже Да, до этого я взял Лучше бы флягу Съемка идет правда Я съемка идет Андрей, на 20 Что? На чем вы работаете? Очень вкусно Газ Интересно Оно, причем Мне пришло Она будет более большая Ребят Вы должны понять главное То есть главное Не железка Нет, это понятно То есть главное Не какая у тебя плитка Или там что Главное Ребят Вы никогда не сделаете Ничего путного Не набив шишку Поэтому лучше Чужой опыт перенимать Вот Андрей Антонович Специально приехал сюда Он сейчас готов Ответить на все вопросы Я привез вот свои там Новодельные вещи Просто понюхать И сказать Что там так Что не так Вот просто хочу К вам спорьбу Задить Почему? Потому что Самое важное Учиться Учиться и учиться Пусть там Ленин Великий Не везите Не важно Как его называют Ребята Учитесь На своих ошибках На чужих Набивайте эту шишку И тогда все получится Просто работать надо Не просто тупо Выполняя одну и та же операцию Понимаю Да То есть Работа над ошибками Это самая главная работа в жизни Но без ошибок не получится Уж извините Это уже понятно Так вот Очень конокура Но он очень интересен На самом деле Да Очень интересный Случится Нет Тут вот нюанс такой Вы хорошо сказали По поводу ошибок Немножко честно говоря Достаточно внимательно смотрел Ролики Андрея Антоновича Начиная с Праги Как это устанавливается Как знает на дедушкином Самогонном аппарате Но вот К сожалению Нету своей тематики Вверхов Наверное Для начинающего Нартура Действительно Нету Тонкой тематики Температурных режимов Я например С троптанолом Не совсем Наверное С дедушкой Я приобрел Аппарат Градусов Колонного Колонного Василия Вот я сейчас Его продал Приобретаю Сейчас вот этот Вот Эти аппараты Тоже нужны Они учебные Они нужны Нету вот этого В роликах Я нигде не нашел Вот той Именно тематики То есть Я на Аппарате Отбирал Пищевую продукцию Скажем так Тело Как везде Писал До 40 градусов Я понимаю Что-то я делаю Не так Но где мне Вот прочитать Что я делаю Не так Очень просто На этого есть Рецепторы В носу Ворту Вот и все То есть Пробовал так Чувствуешь Что-то не то Взял Что-то изменил Просто Даже на бун Лазаре Просто Что-то изменил Тупо И ты уже Поймешь В какую сторону Поймешь Когда оказываешься В море И не видно Берега Ты понимаешь Туда То есть Пробуешь Туда Пробуешь Туда Потому что Здесь Как сказать Либо нужно ехать Как Антон Глехов Поехал И он проработал На Бунохабине И Это еще Тринахабине Только после этого Вернувшись Сюда Он стал уже Сколько там 8 лет Пробыл Сейчас он в Москве Гранд Амбассадор Он представитель В данном случае Сейчас Выставляет несколько Компаний Несколько Ребенахарин По-моему Они не входят В яджу Те которые Не входят В конце Для этого Опять же Прежде всего Винокрову Нужно Начать с того Что Ребят Я призываю Просто Если вы хотите Чтобы у вас Работали Не курите Иначе Вы просто Пощелкаете Там Деревянные Сами Там настолько Нюансы Тонкие Что В общем Как говорится Люди Которые Они не отличат Одного Другого Честно говоря Я очень ждал Этого дня Даже Потому что У меня Элементарно Просто под вытяжкой Не лазили Не думал Что у меня Ни Вячеслава Ни Андрея Антоновича Но вот так вот В жизни Получилось Все очень легко И просто Я сейчас вижу Этих людей Я здесь присутствую Я очень рад И счастлив Этому дню И мы получаем Этих Антоновичей Очень не терпится Теперь попробовать Как оно это будет С моим Могомерам Заготовил Это очень интересно Это увлекатель Заготовил 130 литров Дороги уже То есть Вот Руки Хочется попробовать Скорее Уж Пока что Это что у нас Предлагается Дегустация Это виски Сделанные В домашних Услуги Из Курского Солода С добавлением Солода Шато Дисселинг Шато Дисселинг Компания Бельгийская Бочковое Виски Пускает Виски 13 месяцев Находился В бочке А бочка Какая? Бочка Черногорская Покупал На ВДНХ Значит Я рыбак И Там была выставка Рыболовная В 69-м павильоне И Значит Вот Привезли Еще и там Дистилляторы Всякие Самогонные Аппараты И вот Мужик Один из Черногории Привез Свои бочки Ручную Работу А Леша Солосят Видел Эту бочку 9 тысяч Рублей Он мало Разбирается Как 20-литровая Бочка Это Нормально Это Достойно Это Достойно Это Как мне Сказали Это Пиренейский Дуб Это Не Кавказский Дуб А Это Европейский Дуб И Что Очень Мне Сначала Не очень Понравилось Очень Очень Тоненькая Клепка Там Ангелы Просто Жрут Капитально Реально Она Стояла Полная Очень Лимузинский Делать Тоненькая Клепка Да Лимузинский То есть У них Технологии Несколько Иначе Клепка У них Наш Другая У них Пологая Клима Другой Без Горба Клеп Другой И Они Все Колоты Эти Клепки То есть Они Не Другой На Станках Видимо Это Ручная Работа Надо Пробовать Надо Пробовать Поэтому Давайте Попробуем Оцениваем А я Напробовался Если Можно Мне Антонов Пожалуйста Пробуй По таким Параметрам Во Первых Цвет Вот Виски Не Бывает Бел Да Забыл Сказать 43 Градуса Это Библиотеки Вкуса Там Всего Андрей Антонович Ну Давайте Ваше Заключение Эксперта Нет Я Ребятам Пока Объясняю Да Тогда я Побриже Чтобы Все Видно Было Во-первых Белый Виски Бывает Как Полуфабрикат Белый Виски Теоретически Не бывает Есть Специальные Сорта Которые Очень Редкие Но их у нас даже не заводят По-моему Белый Виски Так называемый Там он сразу уходит Куда-то Не важно То есть у него соломенно-желтый Цвет Он может Меняться от соломенно-желтого До темного До такого цвета Бывает Сколько Сколько было добавки Сообщен И так далее Потом мы Оцениваем Аромат Аромат Виски Адем Виски Какой-то есть Шатт у виски Шатт у виски Да Шатт у виски Шатт у виски Дымный Шатт у виски Он должен Ометь температуру Тел Любой Тогда Он как бы Напиток Отдает Больше Либо Вы знаете Любой Дистиллят Типа Камьян Брэнди Он отдает Для всех Это сделано Это есть Вот такие Абочка А почему виски Семь была Для дистилляции Одно А просто Получено Чтобы понять Надо Чтобы оно Было Температуру Семь Дорог То есть Ни вирные дрожжи Ни виренские Семь Аблони Аблони И так далее Потом Маленький Дистиллят Губль Потом Побочек Потом Третий Вруже Аблони 13 месяцев А объем бочки 20 литров 20 литров И этот дистиллят Несколько был Резкий 13 Он был залит А вискарь Сколько был Аблони Значит А нет Такой Вискарь не был А дистиллят не был Шире Я бы Дистиллят Сюда Выпили Отлично На 3 градуса Мне нравится Мне работа с бочкой Больше всего Завораживает Да Это самое интересное Это самое искусственное Это уже Делай вот такое Вот я сделаю Какое мне нравится Надо чтобы мы тоже Виски без воды Это понятно Вот несколько капель Капните И даже букет Раскрывается Все Давайте тогда Илья Мы начнем Камни для виски Кидать туда Лед Содовый Нет Нет Несколько капель воды Чистой Несколько капель На бокал Я пойму Мы в России Мы на дегустации Мы не шотландцы Дегустация Пьется Знаешь всегда Там никаких Ни содовых Ничего Без льда Мы греем До температуры Цветской Руки Да Держим стакан Обязательно Да Либо широкий стакан Я вот С ребятами Делаю Потом Вы пейте Как хотите А дегустировать Вы должны Одинаково Одно Назберет Второй Запах Три Глоточка Маленький Побольше Третий Вкус После вкуса И на языке Подержать Вот для меня Я чувствую Здесь вкус Интересный И длинный Но у меня Забивается Сразу Рецепторы Я Немного По-другому Вот он У меня Вот это Сорок три Но он пьется Меньше Легче Ну что скажете Пусть еще стоит Я думаю Еще И я бы На последнюю выдержку Я бы маленько Разбавил Перед тем Как бутылки Доливать До тридцать восемь Тридцать восемь То есть брендивый Нормальный Такой Нормальный У вас тоже сорок три Да А вот как А мы думали На три градуса Разница Это сорок три Не чувствуется Да Андрей Антонович Антоновка Супер Супер Просто супер Да Это рецепт Николая Даниловича Я так понял Да Андрей Антонович Да И рецепт Его технология Обязательно Три фазы воды Лед Жидкая Жидкая Разнообразная Я про Липецкий бюллет И архист Рассказывал давно А вот можно Вот вы посещали Свенигород Да Ездили в купец Андрей Антонович Да Андрей Антонович Оценил вот тот родник Можно ли использовать воду? Он сказал Нужно Нужно? Да Это идеальный вариант Да Ему вода понравилась Замечательно Значит Я всех приглашаю На наш родник Это Московская область Голгопрудная Вот кому не лень приехать Готов дать свои контакты Делиться так сказать Информацией И просто Мой телефон не давали? Проводить Да Твой Проводить на роднике Набрать воды Из которой получаются Замечательные напитки Вот вода настоящая Родниковая Там есть разлом В земной коре Он как раз Можно на картах Геологически все увидеть Вот родник Взлет с глубины Порядка километра То есть там Нет никаких Там полтора километра Под Москвой Областью Там вообще Соленое море Доисторическое Полтора да Но это где-то в районе 800 метров Это выше Это выше То есть там Очень чистая Там прекрасная вода И даже церковные служители Приезжают Набирать воду И бывает Даже с семьей Просто чтобы Приезжают из других городов Из Дмитрова едут туда Из Мытища едут к нам Вот за этой водой И в очередь стоит на машинах Но в выходные дни С утра до ночи Там можно часов 6-8 просто просто Идет обсуждение Продолжается дегустация Алексей Поставщик бочек наш Солосятов В соседней комнате Принимает заказы Не заказы Обзванивает Заказчиков Которые у нас Находятся в Москве И области Могут подъехать Поэтому вот Рабочая атмосфера Рабочая атмосфера А я как комментатор Спортивных Мероприятий Веду Репортаж Андрей Антонович Делится опытом Продолжается работа В режиме дегустации Какая работа Я только не знаю Но какая это Идет большая работа Вот наши Участники Нашего сообщества Ведут обсуждение Идет напряженная работа В режиме дегустации Андрей Антонович В работе весь Здравствуйте Дорогие подъездчики Да Все нормально Дорогие друзья Антонович Завтра мы провожаем Андрея Антоновича На вокзале Значит он уезжает домой Может быть Он уезжает вечером Может быть Уже первых Кто в регионах Мы обгрузим Завтра Ну Алексей Сейчас работает У него такая пачка бегунков И он сидит В соседней зале И во-первых Он за рулем Дегустирует Работает Вы не волнуйтесь Всем все отгрузим Все нормально В общем До конца недели Я думаю Что мы всех отгрузим Не переживайте Если не брать первую литру Есть Алексей Сколько бегунков Как обстановка Сколько Я не знаю Хочешь считать Я не хочу На этом На самом деле Дорогие друзья Это шутка Мы стоим Разговариваем Проходите Обязательно В кадре Вы должны быть В кадре Украшение Просто Здесь ни одной дамы Симпатичная Ой Не нашлась Надо ступить Чтобы не было несчастья Да нет Можно было Принестить Давайте какую-то беседу Умную Заведем Разговор И так далее Антоновича Не хватает Антонович Давайте продегустируем Дорогие друзья За наше сообщество Дисплей Есть предложение Наполнить бокалы У кого не наполнено И все попадем в кадр Хочется спросить Как ваше впечатление От нашего сообщества Вот Андрей Антонович Говорил Что самое главное Чтобы жене Понравилось Как ваше впечатление От нашего сообщества От нашего округа Из интернета Первое впечатление Из интернета Ну раз я сюда приехал Значит хорошая И в режиме онлайн И в режиме оффлайн Вот два впечатления Очень приятное впечатление Очень домашняя установка Дегустации Немного себя чувствует Неуютно Столько мужчин вокруг Все разговаривают О алкоголе О таких делах В которых я пока еще Малоцветная Но На самом деле У меня очень поразовывает Пиво Практически безалкогольное Так что для девушек Тоже Вот аппетит С меня рецепт Подписывайтесь Вячеславу на канал И я там Уже подписываюсь Вы зарегистрированы на сайте? Да Конечно Все Значит Там где будет пропиво В форуме Я выложу пропиво Есть отдельная тема Все В общем За вас За ваше Благое дело Изнородное новое изобретение Спасибо вам Вот честное слово Спасибо большое Спасибо большое Вот вы сказали Что вы не пишете Ни одного комментария И пальцы вверх Вниз не ставите Точно И кроме вас Это Вернее Таких как вы Большинство Кто Вот я сам Ни одного комментария В интернете Ну Не оставил практически И ни одного пальца Вверх Низ не поставил Но есть у нас Кто ставит Ну или внилис Или вверх И пишет комментарии Есть такие у нас Пользователи Вячеслав Вот Твои слова Которыми ты начинаешь Каждую передачу Здравствуйте Дорогие друзья Добрый день Добрый день Да Вот когда мы Нет Ну иногда бывает Ночь Всегда день Так вот Тут главное Ключевое слово Дорогие 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 Вот кого мы называем Дорогими Тех кто нам дороги Кого мы боимся Потерять То есть тех Кого мы любим Тех В ком мы нуждаемся Без кого Вот без нашего Сообщества Мы Это просто серые Какие-то люди Которые где-то бредуют Вот когда мы вместе Когда мы объединяемся Когда мы радуемся Нашим достижениям Когда мы вместе Утешаем друг друга За наши неудачи Вот это и есть Самое ценное что есть Вот То что дорого человеку Это так Да Давайте выпьем За то дорогие друзья Что мы все Дорогие друзья Друг друга Давайте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok